Всем привет! Это снова видео о пустых баночках. В этот раз я долго не хотела снимать, но их что-то так накопилось, много что снимать все-таки придется. Об этом буду рассказывать. И давайте по порядку. Тяжело снимать такие баночки, потому что они все отсвечивают. Давайте вот так покажу. Это баночка с кремом. Ну, крема здесь уже нет. Это Муаш Хонер. У меня есть такой аромат, и крем уже закончился. Я старалась пользоваться только тогда, когда пользуюсь этим ароматом. Это не очень удобно, потому что не всегда знаешь, что будешь пользоваться именно сегодня этим ароматом. Поэтому можно на кожу нанести один аромат вот этот, а пользоваться совсем другим. То есть одежду, например, другую наденешь, и уже все, как-то не хочется именно этим душиться. Мне не понравилось, что здесь. Видите, как все так не очень стало красиво со временем. Здесь так ничего. Моя мама увидела, сказала, подожди, не выбрасывай. Будем здесь хранить... Что она сказала? Сахар, что ли? Сахар на то хотела сделать, ну, честно говоря. Выброшу крем. Мне понравился, но не так, чтобы я хотела купить его еще раз. Вот эта банка какая-то огромная слишком. Не могу сказать даже, что я считаю ее красивой. Немножко другие упаковки мне нравятся. Ну, так, не знаю даже, как сказать. Он увлажняет хорошо. Он напитывает кожу даже. И зимой он подходит. Ну, вот он очень плотный, кстати. Но впитывается быстро. В общем-то, я не могу сказать только хорошее, да. Но покупать я вообще не хочу ничего во второй раз. Давайте сразу расскажу про это. Хоть и сказала, что ничего не хочу покупать во второй раз. Вот, пожалуй, этот крем я бы купила. Это Сенбарт лосьон для тела с ароматом ванили. Я хочу купить сейчас с ароматом лилии, потому что лилия мне тоже очень нравится. Здесь отдельно продается этот дозатор, который стоит 500 рублей. Посмотрите, какая текстура. Такая она густая, сливочная. Очень приятная. Честно говоря, эта текстура для крема одна из самых лучших. Обязательно повторю. Вот видите, я сказала, ничего не хочу. Я тоже хочу. Ну, потому что здесь и мало. 125 миллилитров. Я хочу прибольшой купить флакончик. Он стеклянный. Ну, мне очень приятно им пользоваться. Поначалу для меня этот аромат был очень ярким. Сейчас, нет, сейчас очень понравился. И он, оказывается, не так держится долго на теле, как я с самого начала подумала. Приятная упаковочка. Такой хороший пластик. Что у нас еще для тела? Для тела у меня есть закончившийся гель для душа. Игнис Гарден. Это прекрасный гель, который я оценила уже после того, как он стал подходить к концу. Нет, он мне с самого начала понравился. Но просто так сильно он мне понравился. Вот где-то, когда вот столичка оставалась. И я так захотела купить еще раз. Но марку полностью преобразовали. И теперь там только для лица. Это японская марка. Все продукты для лица, для душа нет ничего. И это очень обидно. Если какие-то остатки будут, я попросила купить мне в Японии. Посмотрим, буду ждать. Конечно, вот это я бы заменила. А так сама упаковочка очень приятная. И пластик хороший, и вот эта вот неприятная этикетка. Она такая гладенькая, очень приятно ее трогать. Отличный аромат. И вот просто... Это жидкий-жидкий гель, как водичка. Но он шикарный. Если вы найдете, обязательно покупайте. У меня там пакет, я все сразу выбрасываю. Хотелось избавиться от этих баночек. Это мист, сыворотка от Хадат. Одна из моих самых любимых марок для волос. Прекрасно просто увлажняет волосы. Моим волосам сухим, пористым и пушистым обязательно нужно увлажнение. Вот эта сыворотка мне его дает. Чудесный. Просто очень рекомендую. Не распыляйте только так, чтобы попадало на пол. Потому что потом можно поскользнуться. А давайте я вам еще сразу покажу. У меня закончился кондиционер. Я обязательно куплю себе другой. У меня, потому что есть еще шампунь и кондиционер закончился. Куплю увлажняющий, наверное, кондиционер. Этот мне тоже очень нравится. Есть еще какой-то восстанавливающий. Вот между ними подумаю и куплю. Шикарные средства. Просто одна из самых моих любимых марок для волос. Которая действительно преображает волосы. Делает их влажными. А еще приятный аромат. Вообще для меня критерии такие, чтобы не только результат, но и приятно было ванной пользоваться. Вот Хадат. Это та марка, которой очень приятно пользоваться и ванной. И следующую показываю марку, потому что она абсолютно такая же. Это японская марка. Хадат была израильская. Это Ауджуа Милбан выпускает эту линейку. Это для увлажнения волос. В следующий раз я куплю для еще более глубокого увлажнения. Есть такая маринового цвета линейка. Вот ее куплю. Потому что здесь мне немножко не хватило увлажнения. Хочется еще больше. И мои волосы, кстати, не становятся необъемными. Многие жалуются на то, что эта линейка приглаживает волосы. Склеивает их что ли. Как сосульки в общем становятся. У меня нет абсолютно. Просто вот вообще никак. У меня прекрасно все. Волосы такие гладкие, красивые. Я обязательно повторю эту марку. Она прямо суперская. Знаете, еще мне с чем понравилось использовать эту марку. Вот этот бальзам всем известный. Я сейчас картинку вам куда-нибудь сюда вставлю. Потому что я не помню, как называется. Вот вместе с ним она прям давала шикарные результаты. Кстати, у меня была эта маска. Я вроде бы ее не показывала в пустых баночках. Я очень рекомендую ее тоже купить. Классный продукт. Действительно, мне просто портило настроение. Но так можно перелить, например, в такую и пользоваться. Но вообще имейте в виду, что прекрасные результаты тоже дают. Увлажняет волосы. И еще можете купить новую. Я вот куплю новую маску. Потому что вышла сейчас новая. Такая-то обновленная. А здесь тоже приятный аромат. Это перламутровый шампунь. Это маска такая нежная-нежная. Она такая не густая. А как будто облегченная версия. Может быть какая-то. Или вообще она просто такая легкая. Но приятно пользоваться. Тоже не утяжеляет. Вот вспомнила слово. Не утяжеляет. Еще немного о волосах. Это DSD Deluxe. Одна из моих тоже самых любимых марок. Но эта марка именно для восстановления волос. Ну как лечения. Вы знаете, я могу даже не говорить про отдельный вот этот шампунь. Я скажу, что вообще вся продукция этой марки и именно двойного действия. Хотя из стали шелк мне тоже нравилось. Не золотого, а серебряного цвета. В общем, все линейки, главное подобрать правильно, а не рабочие действительно. Если у вас выпадают волосы, если у вас какие-то ломкие, безжизненные волосы. В общем, там все, что хотите есть для того, чтобы сделать ваши волосы красивыми. Тоже надо повторить. Для лица. Специально оставила две ампулки. Это марка Brine. Golden Shine. Дает сияние. Действительно дает. Потому что по-другому, наверное, не могло быть. Там есть такое золото чуть-чуть. Тут уже нет. Там оно такое красивое золото. Внутри в сыворотке. Наносишь эту сыворотку и блестишь. А кто о них знает, просто поэтому я вам решила показать еще их в пустых баночках. Все просто знают про ампулы от Бабр, например. Но вот про эти мало. Имейте в виду, что они тоже очень хорошие. Дальше. Отели. Это N. Simonin. Очень давно я хотела попробовать эту марку. Купила. Хотела, правда, совсем другую линейку. Но я заказывала, не помню, то ли Call Beauty, то ли Look Fantastic. Но там была только вот такая вот линейка. Это такая линейка, знаете, для всей семьи. Не могу сказать, что она какая-то шикарная. Приносит много удовольствия в душе. Но вот для всей семьи прям идеально. И для мужчин аромат этот будет приятен. И для женщин. Вообще просто гости к вам придут и будут рады воспользоваться таким средством. У меня осталось совсем чуть-чуть, но я уже показываю в пустых баночках. Потому что не хочу держать такую бадью. 500 мл здесь все-таки. Вообще, как гель, очень неплохой. Ну вот, пожалуй, сказать, неплохой, хороший, но не отличный, не прекрасный. Не сушит кожу, кстати. Вот так. Так. Весьма неплохо. Сегодня вот так отрезала. Хотела сначала вам показать. Я потом забыла. Отрезала, потому что хотела вытащить оттуда все. Вот еще есть. Это крем для рук от By Terry. У меня был такой пробничек. Пахнет так же, как и бальзам By Terry. Вы, наверное, знаете, все бальзам для губ. Прекрасный аромат. Прекрасное увлажнение и питание. Мне кажется, я не показывала крем. Это один из самых моих любимых кремов для кожи вокруг глаз. Я могу выделить Evidence и, как ни странно, Kiehl's Avocado. Вот кроме этих кремов никакого и результата такого видимого. Я не замечала других. А вот здесь было такое уплотнение почувствовала и разглаживание. Не могу сказать, что какое-то вот яркое преображение. Но, по крайней мере, я заметила разницу. Это тоже много значит. Потому что мне казалось, что ни один крем вообще никак не может решить ни одну проблему с кожей вокруг глаз. Такой дозатор. Этот я бы тоже заменила. Можно было бы вот так полностью сделать, да? Но почему-то вот так посчитали они. Ну, очень хорошие. И мне нравится, что здесь не нужно пальчиком туда лезть. Шесть месяцев срок годности. Вообще, обратите внимание на марку Evidence de Botte. Это одна из самых моих любимых марок. У меня их немного. Еще закончился лосьон от этой же марки Evidence de Botte. Это пробничек. 30 мл. Ну, не такой уж и пробничек. Очень приятный лосьон, от которого осеяет кожа. Который преображает кожу. Очень понравился. И аромат здесь просто волшебный. Мне кажется, он даже чудодейственный. Закончились две сыворотки от La Prerie. Сразу скажу, что понравилась мне больше вот эта сыворотка. Синяя икорная линейка Liquid Lift. А купила я полный размер вот этой. Теперь даже думаю, надо было эту покупать. Ну, ладно. Что сделано, то сделано. Мне показалось... Вообще, это вся линейка белая такая легкая. И, наверное, она просто... Не знаю, может быть, совсем для молодой кожи. Но почему-то я не вижу какой-то значительной разницы в использовании. Обычно от La Prerie я вижу прям такой яркий-яркий результат. И самое главное, я вижу результат больше всего от самой недорогой линейки. Это, конечно, очень странно. Но, тем не менее, это так. Обращайте внимание именно на вот эту сыворотку. Она и в нанесении приятна. И результат дает. А это, ну, просто приятное. Пока еще мало использовано. Я расскажу, конечно, когда уже у меня закончится полный размер. И потом вернемся к этому разговору. Заканчиваются мои лаки. Все, которые есть. Я не покупала ни одного уже очень-очень давно. По-моему, последний раз я купила три года назад лак. И то мне его подарили. Не покупала больше с тех пор. Ну, скоро куплю. Наверное, придется уже. Вот этот топ, который у меня был. Я заказала еще один. Не знала, что у меня именно этот есть. И лак Герлен, который такой нейтральный. Знаете, когда не хочется чего-то яркого. Просто на каждый день такой обычный лак. Симпатичный. И остались продукты для тела. Это скраб лимон-мята Sabon. Израильская марка. И я показываю в каждом видео такие баночки. Потому что это самый лучший скраб в мире. Наилучший. Просто наилучшайший. И лучше него, правда, нет. У меня очень много скрабов. Это вообще один из самых моих любимых продуктов. Но так не радует ни один. Стеклянная баночка. Прекрасный аромат. Послушайте. Прекрасный. Просто. Вот каждый аромат у Sabon просто шикарный. И как он скрабирует. Здесь много. Даже сейчас мне захотелось. В ванну. У меня есть еще другой скраб. С этим же ароматом. Я обязательно себе возьму еще другие разные скрабы. И просто. У меня всегда он есть. Всегда. Есть. Много чего заканчивается. Но скраб от Sabon у меня всегда. Потому что он должен быть. Потому что он делает кожу просто великолепной. Она лучше, чем была раз в сто. Вот такой это скраб. Питает. Увлажняет. Пахнет тело. Просто это настоящая спа в ванной вашей. И правда после такого душа становишься счастливее. Если мы будем говорить о рубрике «Хочу-могу», то вот скраб от Organic Thai вполне может быть заменой Sabon. Sabon, если вы не можете позволить себе купить тот скраб, пожалуйста, вот. Но здесь, правда, 200 грамм всего лишь. Не такой уж он получается и дешевый. Но вообще неплохой скраб. Мне он понравился. Поначалу вообще не понравился. Я подумала, какой ужасный. Попробовала его на руки. Мне показалась пленка какая-то. А на теле нет. Очень неплохой. И скрабирует тоже хорошо. И масла здесь достаточно. Разлила водичку везде. Так. И последний скраб. Это Аква Депарма. Ну это, знаете, у меня делится так скраб. И просто для удовольствия. Вот это вот просто для удовольствия. Конечно, он ничего не скрабирует особенно. Он просто для того, чтобы было приятно провести время в ванной. Вот он такой. Ну, разные ведь бывают скрабы. Кто-то неженка и любит такие поглаживающие скрабы. Вот этот такой скраб поглаживающий. Ммм, аромат тоже очень приятный. Просто очень. У меня вот такой аромат. Оранжо Ди Капри. Кажется, он называется так. Ну, повторять, не знаю. Если кто-то подарит, буду рада. Сама покупать, ну, наверное, нет. Ну, все это. Все, что я вам хотела показать, рассказать. Я выбрасываю свои баночки. Сложила уже их в пакет. Вам удачных покупок. Всем пока-пока. Спасибо. Спасибо.